ну что да пожалуйста уделите минутку мне спросить надо все данные скину другого нет мне не совсем понятно по вашим данным вот я книгу к истинному православию можно вместе с трехтомником купить или нет вместе с трехтомником можно я сказал отдельно нет отдельно представьте с одной книжкой стоять полдня на почте и за что все понял я понял более я не хожу это нанимаю курьера второй вопрос по поводу стоимости доставки вот я просто перевожу деньги вот за эти за эти четыре книги получается там 6 600 вот этой женщине которая написана там да а деньги которые за вот за пересылку как я узнаю сколько вот это она сказать должна сказать я не знаю она позвонит она вам скинет сколько это стоит и все а скинет никуда на этот скайп это государственные расценки она на почту когда пойдет тогда только узнает они там она у них нестабильная эта стоимость понятно игнать их начать то есть я вот сейчас перед завтра перевожу деньги 6 600 пишу ваш скайп свой адрес точно нет вы только как дубль мне пришлете я никакого отношения не имею к этому это работе который все делает я деньги не вижу вообще денег не вижу и не знаю ну как куда этот квиток то и куда там вам же указали сберкасса номер такой то в любой банк зайдите скажите поэтому передайте деньги а вам чтобы они дали квиток и вы квиток сфотографируйте и пришлете на карте все это достаточно по нему как раз все посылают а вон как я думал как как так то есть оплачив на этот счет потом он дает чек а вот этот этот чек я куда помещают вот на на skype вы свой адрес даже дать точные я же там написал вам начали чтобы индекс был телефон ваш обязательно но адрес я сюда вам skype пишу так нет там можете на него выйти в skype или на гладыщук можете выйти а на самом деле где сберкасса вы по этому номеру можете ответить но лучше конечно по skype я не посылаю я говорю как мне говорят мы готовим переиздание второго кистью православию сейчас работа идет поэтому поэтому я касаюсь только написание вот то есть мне надо чувствовать найти в skype и не вот эту женщину конечно вы в нашем содружести и найдете сразу я могу вам скинуть ее логин да скиньте хорошо стеллась логин skype и вы с ней свяжетесь и все игнор тихом чем можно вопрос задать вам можно вот я вчера в интернете случайно наткнулся там вот короче мусульмане про библию говорят то есть конкретно такой вопрос там задают вторая книга царств слышите да да я слышу вторая книга царств глава восьмая там говорится что царь вступил на царство забыл каково имя вступил на царство в возрасте 22 года в одну точку в одной части и правил два года в другой книге параллель параллельном она называется это царь вступил на царство по-моему в 42 года там 22 здесь в 42 года правил два года как это объяснить не объяснять даже не надо зачем вам это объяснять они считаются когда был подписан и когда давал клятву вот начинает а сколько людей было в одном месте написано 7000 а в другом 5 почему потому что число женщин и детей до 20 лет не учитывается а другой другой написали например бесноватых 2 а другой 1 да сколько было 2 но тот выдел самого сильного который нападал то есть вот здесь как можно на этот вопрос ответить что в первом случае то есть маме момент когда на него когда на него говорится царство было переписано то есть он уже наследник а второе когда он уже дает присягу делался настоящим царем вот и все у нас точно так же бывает помолвка а бывает свадьба это разная а потом вещь венчание услышал это и у меня тоже вопросы начало думать как так может быть право нет никакой тайны нет никакой тайны но для спасения моего это никакого значения не имеет хотя все ответы я знаю ответа надо знать я теперь я знаю не мучилось но вы не все не глядите он будет сидеть вас терзать этими ответами ты вас своей душой не когда будет заниматься теперь я знаю а вот еще вопрос всегда хотел спросить у вас вот по поводу смотрите вот по поводу вот мусульман куригору не лучше ли вот для всего для современного мира что вот большая часть мусульман большая часть людей вот там сколько их малярд оставалось мусульман потому что большая часть грян живет как бы короче в блуде во всех грехах а мусульмане как бы до мусульман спасителя нету у них четыре жены 4 сура 3 аят у нас считается даже не грехом и безумием полным а у них официально страна разврата что все взрывы возьмите баслан буденовск в метро детские площадки в англии в германии во франции везде взрывы кто делает это что буддисты вам нравится переходите выше на одного головореза больше будет и все так все тема закрыта мне это не надо у меня время совсем нет я прошу больше не звоните вы меня отрываете ко мне пришел священник беседуем а в это время вы раз за разом звоните я все скиданное скинула то я сейчас дам сигнал чтобы они продавали все на этом в бороду бороду бреете мусульмане настоящие не дожи бороду трогать только усы